МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Специалист по коррекции пищевого поведения Ольга Хафизова. Школа-студия Татьяны Овсянниковой. Room and Kitchen Bar. Салон красоты «Персона». Медицинская клиника «Саната». Центр психологии и йоги «Гималайи». Аэрокомплекс «Первушина». Модельное агентство «Статус». Фотограф Илья Немков. Верёвочный парк «Гамби». Квесты в реальности «Квестгеймер». Психолог, семейный расстановщик Ренат Зинатулин. Здравствуйте, с вами я, Хафизова Ольга, и мы поговорим с вами о перекусах. Сегодня я хочу поговорить о нездоровых перекусах. Тех перекусов, которые вам предлагает реклама. Это шоколад, это пирожные, это сладкие йогурты. В чём здесь проблема? А проблема здесь в том, что достаточно большое содержание сахара, которое резко поступает в ваш организм. Как только вы съедаете какую-то вкусняшку на голодный желудок, у вас резко поднимается уровень сахара в крови. Кстати, именно за счёт этого вы чувствуете себя энергичными, вы чувствуете себя как бы сытыми, и вам как бы хорошо. Но, друзья мои, ненадолго, минут на 20-30, максимум 40. Почему так происходит? Дело в том, что как только резко сахар повышается в крови, у нас выделяется очень большое количество такого гормона, как инсулин. Собственно говоря, как раз его функция заключается в том, чтобы этот сахар утилизировать. Но, коли вы съели очень много сахара, то и гормона инсулина выделится очень много. И как только он выделяется, он сразу же начинает этот сахар отправлять в клетки. Но, друзья мои, вот беда. Инсулина много, сахара много, поэтому инсулин справляется очень быстро со своей работой. Что происходит дальше? У вас резко падает уровень сахара в крови, это раз, и вы сразу чувствуете себя голодными, разбитыми, уставшими. Вас может даже немножко потрясывать. Второй момент. Вы безумно хотите еще одну дозу сладкого. Вам хочется еще шоколада, вам хочется еще йогурта, булочки, конфетки, печеньки, хоть чего-нибудь, чтобы в конце концов вновь почувствовать этот кайф, вновь почувствовать эту эйфорию от сладкого. Третий момент. Инсулин. Дело в том, что в крови его остается все еще очень большое количество. К чему это приведет? А функция инсулина заключается еще во второй части. Дело в том, что всю энергию инсулин перенаправляет в жиры. То есть любая шоколадка, любая булочка, любой сладкий йогурт, съеденный на голодный желудок, вы слышите меня, на голодный, придет к тому, что вся эта вкуснятина окажется на ваших бедрах, на вашей талии или на вашем животе. Поэтому давайте, друзья мои, договоримся. Даже если вам рекламируют откровенно, что якобы шоколадом можно утолить голод, этого делать не надо. Если вам очень хочется съесть шоколадку, поешьте сперва свою обычную еду, поешьте любимый суп, поешьте любимое жаркое, в конце концов какой-то овощной салат. И после этого с чистой совестью вы берете любимый кусочек шоколада, любимую печеньку, любимую булочку и с удовольствием съедаете их, но на десерт. Моя подруга говорит, не можешь похудеть, откорми мужа, но я с ней не согласна. Мой выбор – энерджи-фитнес. Добрый вечер, меня зовут Роман. Сегодня я буду вашим тренером. Ну что, на встречу съем? Итак, первый тренажер у нас будет на ноги. Здесь работает передняя мышца бедра. Работает она всегда в общем, но в большей степени ближе к колену. Делаем вдох, опускаем и наверх выдох. Вдох и выдох. Отлично. Делаем вдох и с выдохом мы поднимаем голень до конца. Итак, следующее упражнение у нас будет отжимание от планки. Как оно правильно выполняется? Подходим, руки шире плеч, ноги отставляем назад. На носочках мы стоим, переносим вес на руки. Со вдохом мы плавно опускаемся, с выдохом отжимаемся от груди. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Плечо, локоть и кисть. Кисть должны быть на одном уровне. Слегка сгибаем локоть, оставляя его в этом положении. Лопатки сзади сводим, грудь подаем вперед. Делаем вдох с выдохом. Приводим руки в такое положение. Вдох и выдох. Здесь мы растягиваем широчайшую мышцу. Тянемся плечами наверх. Сперва подтягиваем к себе плечо, затем локоть. Плечо, локоть. При этом, когда мы поднимаем наверх, мы слегка подтягиваемся вперед. Когда мы тянем к себе, мы маленько отклоняемся назад. Наверх вдох, вниз выдох. Отлично. Как и в прошлом упражнении, плечо вперед растягиваем здесь на спине. Делаем вдох, растягиваем. Сперва мы подтягиваем плечо, затем локоть. Разворачивая грудь наружу, а лопатки сводя. Делаем вдох и выдох. Итак, мы закончили с вами тренировку. Вот так вот и ходи всегда, прям всегда. Она сбивает весь мой настрой. Итак, мы закончили с вами тренировку. Это была базовая тренировка общей физической подготовки. Как вы поняли, Аля, даже после вашей операции можно заниматься, и даже необходимо заниматься. Просто-напросто не на первое время надо исключить тасевую нагрузку. Ну, а ты молодец, всегда все успевала, всегда все делала очень сильно. Пять-пять, да, с ними? Аля, и вам спасибо. Я с вами очень хорошо провел время. Всего вам доброго. Занимайтесь. Я жду вас снова. Спасибо. Приветствую вас, дорогие участницы проекта «Стройное и счастливое». Вот буквально уже совсем скоро у нас будет Новый год. Мы сядем с вами за пышные столы, да, то есть где-то много-много-много-много-много всего. Но вы уже знаете, как не переедать за праздничным столом. Вы уже знаете, как во время праздников, да, когда постоянное застолье, да, то есть держать себя в руках, это все благодаря специалистам проекта «Стройное и счастливое». Но вот сейчас, в преддверии, да, Нового года, когда буквально осталось совсем несколько там дней, буквально неделя, да, у нас с вами дресс-код – образ современной снегурочки или образ современной королевы красоты. Давайте начнем с того, что каждый из нас уже королева красоты. Не нужно забывать, что каждый из нас индивидуально, уникально, и что каждый имеет право одеть корону, да, и выйти в свет, в общество. Но для этого тоже нужно уметь правильно себя преподнести, правильно пройтись. Да, я очень рада, что уже кто-то себе на голову, да, одел, то есть уже короны, значит, уже готовы, да. Там уже чувствуете себя, да, такими богиньками, принцессами. У кого нету ничего страшного, вот это великолепие я прямо сейчас буду передавать по очереди, и вы будете дефилировать, ощущая тяжесть, да, главное, чтобы на мозг не давило. Это самое главное, а то всякое бывает. Вот, и с этим уже чувством своего превосходства, своего великолепия, да, вы должны будете пройтись. Но запомните, что даже в обычной жизни, если этой короны нет, мы уже не можем постоянно ходить в коронах, да, нас в этот сумасшедший дом с вами забрать могут. Вот, вы должны идти так, как будто она есть. Начнем? Давайте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вы готовы показать себя, пройтись так, чтобы все мужчины просто были у ваших ног, а женщины завистливо смотрели и шипели. Да, мы в конце концов с вами в социуме живем. Скоро Новый год, и я думаю, что вы сможете и пройтись красиво, да, и показать себя, и корону с достоинством преподнести на своей шикарной голове. Я очень рада, что познакомилась с вами. Я надеюсь, что наши с вами уроки для вас впустую не прошли. Я буду следить за вами, я буду следить за вашими успехами. Я желаю вам счастья, удачи, ну, впрочем, как и всем телезрителям в Новом году. И прощаемся уже на следующий год. Я думаю, я вас увижу, вы тоже придете на проект, да, и уже со следующими участницами будете делиться своей историей успеха, своей историей похудания. I love you and television! Муа! И все! Партнеры проекта. Стройные и счастливые 16 шагов к идеалу. Клуб Energy Fitness. Фитнес нового поколения FitX Body. Wellness Slim Club. Специалист по коррекции пищевого поведения Ольга Хафизова. Школа-студия Татьяна Овсянниковой. Room and Kitchen Bar. Салон красоты Персона. Медицинская клиника Саната. Центр психологии и йоги Гималайи. Аэрокомплекс Первушина. Модельное агентство Статус. Фотограф Илья Немков. Веревочный парк Гамми. Квесты в реальности Квестгеймер. Психолог. Семейный расстановщик Ренат Зинатулин.